Вот уже 15 лет жители этих ветких домов по улице Чикалина в Ахтубе ждут сноса. Двухэтажки признали аварийными еще в 2005-м. Алтына Скарова и ее соседи говорят, что живут как на пороховой бочке. В стенах трещины наружная кирпичная кладка валится, кровля протекает. На крышу жильцы этого дома не поднимаются уже несколько лет. Опасно. Внутри не лучше, если не сказать хуже. В квартирах сырость, постоянные нашествия насекомых и сильный запах канализации. Эти дома были построены в 30-х годах прошлого столетия. Возводили их наскро. Из подручных средств, в основном из дерева, утепляли чем придется. О том, что жить в таких условиях просто невозможно, люди напоминают чиновникам постоянно. В прошлом году им ответили, что в нынешнем будет переселение. И даже показали территорию, на которой построят новые дома. Но на указанном месте по сей день нет ничего, кроме пустыря. 8 городских Акимов мы поменяли и 5 областных Акимов. Все приезжали, собрание здесь сделали и все обещали сделать нормальные, переселить нас. Все, Жак Сабулат, Байра нормально будет, не волнуйтесь, все сделаем. План приносили, здесь вешали, мы здесь смотрели. Стыдно даже сейчас вспоминать. Но если бы нам сказали, вы будете здесь жить, мы вас не снесем. Люди бы, может, как-то своими силами делали. Но здесь уже даже это, это безнадежно. Безнадежно, потому что оно уже не сегодня, а завтра просто рухнет. О проблеме чиновники знают давно. Говорят, что рады бы переселить людей, но вот только в бюджете на покупку квартир или строительство домов нет денег. Поэтому решать проблему планируют по схеме государственно-частного партнерства. Застройщику обещают предоставить земельный участок и подвести инженерные коммуникации. Взамен часть квартир в новом доме строительная компания предоставит владельцам аварийного жилья. У нас определен частный инвестор, и сейчас, вот буквально сегодня, завтра уже будут готовы православные документы на земельный участок. Как правило, в подобного рода ветких домах, которых по стране сотни, а то и тысячи, проживают в основном пенсионеры, малоимущие и социально уязвимые граждане, которые просто не могут позволить себе взять ипотеку. Но даже многие из тех, кто смог оформить кредит, жилья своего получить не могут годами. Как, например, вот эти астанчане. Больше 500 жителей столицы еще пять лет назад стали участниками долевого строительства жилого комплекса «Жагалау-4». Для Кенжитая Бесимбеновой эти годы превратились в сплошной кошмар. Ни денег, ни жилья. Из-за того, что жилой комплекс долго не строили, мы решили забрать свои деньги. И еще три года назад в судебном порядке мы расторгли договор с застройщиком. Нам должны были вернуть наши деньги. По сей день умоляем, уходим и выпрашиваем свои же деньги. Лед тронулся лишь в нынешнем году. Правда, сейчас объект достраивает уже другая компания. К слову, за счет государственных средств. Тем, кто уже отказался от своих квартир, обещают вернуть деньги только после того, как жилой комплекс будет достроен и начнутся продажи. Я вложил стопроцентную сумму. Я копил эти деньги всю жизнь. Я скитаюсь по съемным квартирам. Я хочу забрать свои деньги и купить готовое жилье. Пять лет уже прошло. Уже и судебные решения есть. Бьемся везде и все без толку. В то время стоимость квартиры была 180 тысяч за квадрат, а сейчас она намного... И то, что он возвращает, в большинстве своем деньги обесценились. Чиновники объясняют, для того, чтобы получить свои деньги прямо сейчас, те дольщики, которые уже отказались от своих квартир, должны требовать возврата от первоначального недобросовестного застройщика. Те же, кто терпеливо ждет, получат ключи уже в следующем году. С этого объекта у нас, по-моему, более 500 человек получают в этом объекте квартиры. По другим объектам также имеются другие дольщики. В каждом объекте свое количество дольщиков. В целом, на сегодняшний день мы насчитываем порядка 13 тысяч дольщиков с проблемных объектов по столице. Впрочем, ждать, когда жилье достроят, согласны не все. Например, вкладчики этого жилого комплекса минувшим летом от безысходности заселились в недостроенный дом, где в подъездах на тот момент не было даже перил. Бесплатно никто не просит уже за свои деньги, хочешь, как нищики побирайся. Да когда это кончится уже? Когда это кончится? Это не я говорю, это голос народа уже, мы его требуем так. И только после того, как люди начали штурмовать жилой комплекс и заселяться в недостроенный дом, столичные власти обратили на них внимание. В этом блоке ЖК Жагалау-3 даже провели капитальный ремонт, благоустроили территорию и в этом году обещают сдать его в эксплуатацию. Тем временем, по словам председателя Союза строителей Казахстана, и застройщики тоже испытывают трудности из-за нехватки денег. Поэтому Таталхат Иргалиев и предлагает разрешить выдачу ипотечных займов для покупки жилья на стадии его возведения. Во-первых, так дешевле для покупателей. Во-вторых, у строителей будет больше средств на первоначальных этапах работы. Программы недостаточно правильные. Они правильны в том плане, что рассчитаны только на готовые. Но здесь неправильны в том плане, что надо покупать еще строящиеся. Они в любом случае достроятся. Элементарно. Если деньги будут вложены в строящие здания, они достроятся и в любом случае они будут выкуплены. Да и в целом, большинство ипотечных программ рассчитаны на новое жилье, которое в принципе стоит дороже. Тем временем, в отдельных регионах страны сами темпы строительства жилья заметно снизились. В некоторых областях вообще не строят многоквартирных домов. И на это есть причины. Мы недавно побывали в регионах Восточно-Казахстанской области, побывали в регионе Западной Казахстанской области. И там все строители в один голос снова заявляют, поднимают те же вопросы, которые были еще в прошлом году. Нехватка рабочих рук. Просто нет освоения государственных программ. Нет освоения тех конкурсов, которые были выиграны в результате проведения государственных программ. Плюс ко всему, жилье с каждым годом только дорожает. Дорожает по причине роста цен на строительные материалы и нестабильности курса доллара. 60% составляет материал, который мы завозим из-за границы. Эти материалы завозим, связанные непосредственно с валютой. То есть тенге. Тенге падает, валюта растет, иностранная валюта, то, соответственно, материал дорожает. Буквально полгода назад было 380-430. Вот вы как думаете? Экономист и эксперт рынка недвижимости Медир Аматов не согласен с такой позицией председателя Союза строителей Казахстана. Говорит, что дело совсем в другом. Дело не в дороговизне материала или рабочей силы. Дело в том, за сколько они продают. Та цена, за которую они сейчас предлагают на рынке, она совершенно недоступна. И, возможно, эта доступность только с помощью кредитного инструмента. А вот с тем, что ипотечные программы в Казахстане работают не совсем правильно, Медир, пожалуй, согласен. Программ этих много, но действительно выгодных практически нет. И все эти ипотечные программы, они служат только одному – поддержка банков. Все ипотечные программы, они создаются не для народа. Они создаются для банков. Для того, чтобы банки каким-то образом продолжали получать свои сверхприбыли. И, пожалуй, наиболее выгодными и всех выгодных сегодня в Казахстане являются ипотечные продукты государственной системы жилищно-строительных сбережений. Но даже они доступны далеко не всем нуждающимся в жилье гражданам. Как, например, жителям таких домов, как этот по улице Чекалина в Ахтубе. Амир Саминбетов, Наталья Салькова, ЖТКОН. Субтитры создавал DimaTorzok